Приветствую всех друзья на канале и сегодня я хотел бы распаковать такую вот коробочку, которая пришла от довольно такой известной фирмы, не буду делать ей рекламу, немецкой фирмы, которая торгует разной аудиотехникой, профессиональной, полупрофессиональной, в том числе музыкальными инструментами и у них есть очень хороший ассортимент разных наушников. Я хотел побаловать близко мне человека и заказал у них, у этой фирмы, наушники от немецкой фирмы Byron Dynamic DT770 Pro версия на 250 Ом. У меня не было вообще никогда никаких профессиональных таких или полупрофессиональных наушников, но вот по совету моего друга и коллеги Валеры с нашего канала Gadgets4U, привет тебе Валера, спасибо за наводку, надеюсь, что наушники не разочаруют. И вот будем сейчас скрывать эту коробку, потому что блин лежит она уже почти неделю, наконец-то вот дошло, дошло дело до нее уже и нельзя откладывать, потому что нужно убедиться, что все в порядке и так погнали. Здесь вот такая вот фиговина, которая рвется вот так вот. И вот такая вот коробка нас встречает, довольно прикольно выглядит, давайте посмотрим ее чуть-чуть поближе. Все очень так лаконично, ну мне нравится, очень стильно выглядит. Your Legend, Your Sound написано. Ну да, в принципе так ничего интересного здесь нет, ну давайте откроем саму же коробку. Так, чутка отложим, посмотрим по мелочам. Значит, здесь небольшой мануальчик такой, DT770 Pro, все абстрактно. И есть фирменная сумочка от Byron Dynamic. Вот, ну ладно, распаковывать я ее не буду, тоже посмотрим сейчас. Ну как-то, знаете, все как-то немножко небрежно упаковано, если честно. Нету никакого мешочка, как будто, надеюсь, что ими не пользовались и не вернули после кого-то. Значит, здесь внизу открывается, есть такой вот кабель, который идет на такой вот крученой спирали. Я не знаю, как она правильно называется вообще, там, не знаю, поправьте в комментариях, если что. Вот, значит, есть, как я видел в описании, два типа насадок. Данная насадка рассчитана на более профессиональную аудиоаппаратуру. И здесь она накручивается вот так вот, довольно интересно. И есть обыкновенный миниджек. Ну, вот это данное, это мне нравится. И она позолоченного. Итак, сами наушники имеют такую закрытую систему, то есть покрывают все уши, вот, но поворачиваются они не могут, не поворачиваются там на 180 градусов или что-нибудь в таком духе. Значит, вот это вот, это похоже на пластик все-таки. Ну, тут я немножко разочарован, ну ладно. Она все, кстати говоря, пластиковая. Вот, амбушюры у них очень мягкие, вот это мне очень нравится. Я надеюсь, что они на голове должны очень удобно сидеть. Вот, растягиваются вроде так неплохо, как мы видим. Здесь это тоже все пластик у нас. Здесь вот это вот, не знаю, похоже, то ли кожа, то ли кожа заменитель. В принципе, этот обруч вот тоже растягивается. И, ну, я так понимаю, его можно снять и почистить, наверное. Итак, друзья, хотелось бы немножко подытожить насчет данных наушников. Тестировал я их какое-то время и вот хотел бы поделиться ощущениями, так скажем, насчет того, как они мне понравились или нет. И начну, наверное, с эргономичности или юзабилити, так скажем. Это в плане удобства. Немножко жмут голову, но это, наверное, с большим временем прослушивания музыки или фильмов. Наверное, немножко, ну, лично мне вот немножко вот тут как-то давило. А так, в целом, амбушюры довольно мягко сидят и вот в данном месте, так скажем, не очень напрягают. Но, в целом, да, как бы терпимо. Здесь, в принципе, не думаю, что это такой дискомфорт. Даже у меня как бы вызвало, хотя, как бы, могу быстро адаптироваться. Немножко так тяжеловаты, наверное, по сравнению с моими. Вообще, мне как бы трудно говорить, потому что мне не с чем, к сожалению, сравнить с какими-то другими наушниками. Тут бы мой коллега Валера, наверное, мог бы что-то больше добавить. Мне трудно описать, в том числе, и звук, звучание их. Я проверил в нескольких источниках, как они звучат. Вот, это был мой мобильный телефон, старичок SGS 3. Это был iPod Classic. Такая вот старая штука с жестким диском. Вот, и был компьютер, классический вариант, так скажем. Вот, ну, другой компьютер использовался. Тем не менее, да, тут Spyro стоит. Вот, и, короче, что я могу сказать по этому. Звук, звук, в принципе, мне понравился. Звучит чисто. Я постараюсь как-то описать своими словами данные уши. Звук звучит чисто, но тихо в некоторых источниках. Например, в мобильном телефоне точно не получится раскачать эти наушники, потому что, не будем забывать, они на 250 Ом. Есть версия еще на 44 или 40 Ом, я не помню. Я хочу для этих наушников взять еще дополнительный небольшой декодер-усилитель от фирмы FIO. Есть FIO Q1 Mark II, по-моему, и FIO K3, по-моему. Если я не ошибаюсь, это DSD-декодеры 32-битные, DACA, ну, цифро-аналоговые преобразователи, в том числе усилители наушников. Вот, я подумал, такой вот тоже вариант взять себе. Там есть тоже подключение для мини-джека, и с другой стороны он подключается через USB. Вот, что касается телефона, да, вот раскачать он их не смог. Я слушал, конечно, треки в Lossless форматах, и вот они как-то очень тихо играли. Ну, в принципе, чисто было звучание. Что касается, например, iPod, здесь ситуация немножко лучше как-то обстояла, на мой взгляд. И в плане звучания, ну, практически то же самое было, но намного громче. Вот, в компьютере тоже приходилось выкручивать на всю катушку, эту самую FUBAR 2000 я использовал. Тоже Lossless треки везде крутились. Да, кроме здесь, здесь крутились на iPod MP3, потому что здесь у меня не стоит какая-то сторонняя прошивка. Здесь родная прошивка стоит. Вот, и FUBAR 2000 приходилось тоже выкручивать на полную катушку, чтобы как-то лучше звучали. Ну, не лучше звучали, а громче звучали наушники. Вот, я подозреваю, это все-таки связано именно, вот, потому что не хватает какого-то усиления сигнала большего. Вот, потому как-то вот в данном случае, наверное, надо было взять, может быть, 40-омные наушники. Ну, будет причина взять дополнительный девайс, и тем более давно я хотел поэкспериментировать с какими-то цифроаналоговыми преобразователями. И потому будет, как бы, может быть, дополнительный материал, дополнительные ощущения, впечатления, в том числе в купе с такими вот какими-то полупрофессиональными наушниками. Все же мне они понравились, и я надеюсь, они оправдают тоже со временем, в том числе в купе с дополнительным усилителем, мои ожидания. И буду надеяться, так сказать, на лучшее, еще более лучшее звучание. Что еще можно сказать по дизайну данных наушников? Очень мне понравилась сборка, по крайней мере, вот во время эксплуатации, тут недельные, наверное, их после самой распаковки. Вот здесь видно, что так довольно хорошо сделан провод, он так крепко как-то сидит, вот мне такое ощущение, потому что у меня много наушников было в свое время, подешевле варианты, конечно. И основная проблема, это чаще всего где-то вот загибы, вылетает там или еще что, но я вижу, что он явно хорошо там с такой защелкой изнутри закреплен. И, кстати, вот здесь вот тоже похоже, что как-то вот как будто место для наушников, если видно. То есть, может быть, с этой стороны тоже можно шнур приделать, хрен его знает. Вот, ну вот, сидят на голове, да, действительно так неплохо, может со временем немножко напрягать будет как-то, но здесь вот это вот амбушюры, да, как я уже повторяюсь, довольно мягкие. Вот, и что еще по поводу провода мне понравилось, это то, что вот этот провод растягивается, и он не даст как бы дернуться сразу проводу, он как-то натягивается вот так вот, и вот это мне дело тоже очень понравилось. И здесь сборка тоже довольно качественная, на мой взгляд, плюс вот эта накрутка на миниджек. Ну, это, наверное, так вот вкратце, что хотел бы я подытожить в этом видео. Я надеюсь, что, может быть, я кому-то немножечко хоть помог в данном вопросе, но постараюсь еще поиметь вот этот вот цифроаналоговый преобразователь и поделиться потом впечатлениями с вами. А сейчас, наверное, буду уже тогда заканчивать, не хочу затягивать в видос. Вот, слушайте только качественное звучание, лос-лес форматы, используйте более лучшую технику. Да, от хороших производителей, в принципе, думаю, что можно порекомендовать такие наушники. И не только потому, что у них такие мягкие прикольные амбушюры здесь, но и звучание у них тоже довольно такое резкое и, ну, я бы сказал, да, более-менее качественно звучит, чем какие-то более дешевые наушники. Здесь все-таки, ну, ощущается разница. Вот, и, ну, подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик жмем, подписываемся на инстаграм, на ВК и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok